Я знаю, мы на въездку, колышний старший офицер нелегальной разведки КДБ, это зовнішній разведки. Россия Сергій Жирнов. Пане Сергею, доброго дня, доброго вечера, точніше. Добрый вечер, Юля, привет всем нашим зрителям. Ну что ж, Сергей, вам предстоит на сложный вопрос, точнее, вы сегодня, можно сказать, с репортажем о приключениях дурова в Париже. Что заставило этого человека воспользоваться своим частным самолетом и все-таки там приземлиться? Это была спецоперация, какие будут последствия, ну и главное, с юридической точки зрения, какие перспективы его задержания, его ареста, что ждет дурова, по вашему мнению? Давайте начнем с юридической вещи, потому что это единственная вещь, которая, так сказать, не меняется, которая реальна, которая всем понятна. Франция – это страна, безусловно, с правовым государством, где просто так никого не сажают, никого не преследуют по политическим мотивам. И как бы вас любила или не любила политическая власть, юстиция во Франции не используется для давления с политическими целями. Вот, поэтому, если Павел Дуров оказался в СИЗО, а он оказался, судя по всему, в СИЗО, то есть в следственном изоляторе, пока что до последнего времени он находился в юридическом статусе. Если человек, которого просто задержали на несколько суток, обычно по французскому законодательству вас задерживают на 24 часа, об этом информируется прокуратура, прокуратура дает санкцию на такой разговор. Это может быть допрос, это может быть просто разговор, ну такой типа свидетеля, допрос в качестве свидетеля, допрос в качестве ассистированного свидетеля, то есть свидетеля, которого уже подозревают в чем-то у него более выработанный процессуальный статус, или уже вас, так сказать, допрашивают в качестве подозреваемого или даже обвиняемого. Дальше прокуратура может максимум продлить на сутки, а дальше вам должны либо предъявить обвинение какое-то и возбудить уголовное дело, и тогда уже начинается процедура, либо отпустить без последствий. Вот, если даже вам предъявляется какое-то обвинение, это может быть и с содержанием под стражей, и в условиях домашнего ареста, и в условиях электронного браслета, и даже в свободном полете, когда вы просто находитесь из типа в связи с органами юстиции и обязаны являться на допросы по тому делу, которое возбуждено. Его задержали, в общем, в особом режиме, потому что его сразу задерживали на 96 часов, и это говорит о том, что претензии французского правосудия к нему довольно серьезны. То есть там серьезные статьи, вчера уже было официальное заявление опубликовано прокуратурой Парижа, где ему сформулированы, так сказать, темы обсуждения и темы претензий, которые выдвигают ему юстиции. Это все очень серьезные статьи, ну то есть, грубо говоря, так сказать, прокуратура сказала, что его мессенджер и телеграм использовался различными преступниками, установленными преступниками для совершения террористических актов, для организованной преступности, для детской порнографии, для торговли наркотиками. И он, как руководитель, собственник этого мессенджера, либо должен сотрудничать с правоохранительными органами Франции, потому что он гражданин Франции, либо его будут рассматривать как сообщника и даже соучастника этих всех преступлений. И если все это дело разорвется в самую серьезную струю, то ему грозят действительно очень большие сроки, вплоть до пожизненного заключения. Вот в таком состоянии еще сейчас это находится. Судя по всему, его уже представили судье, и судья, похоже, продлил содержание под стражей на несколько дней. Там назывался какой-то срок, по-моему, до 28-го, но я так и не понял, до 28-го августа или уже аж даже до 28-го сентября. Но в любом случае это не очень хорошо пахнет для Павла Дурова. Но одновременно мы должны сказать, что как только ему, кстати, предъявляется обвинение, то у него начинается полный доступ к адвокатской помощи. Он может отказываться в любом случае давать показания против себя и так далее. То есть в этом смысле у него полная свобода, у него есть наверняка деньги на хорошего адвоката, с хорошим адвокатом ему будет обеспечена хорошая защита. То есть в этом смысле никакого, так сказать, произвола судебного здесь не будет и никогда, и не надо об этом даже говорить. И поэтому все те люди, которые из России говорят о том, что там нарушение свободы слова и так далее, что это все, в общем, ерунда, конечно, потому что ему предъявляют, так сказать, претензии не по поводу нарушения свободы слова. Ему предъявляют претензии не по поводу телеграмма как средства массовой информации, где существуют информационные каналы, потому что на них, кстати, работают как государственные российские учреждения, так и оппозиционеры, и там, в общем, незаметно большой разницы, вот, и так далее и тому подобное. Дальше давайте поговорим по поводу того, как все это дело произошло, как он оказался и вообще чего там за этим стоит. Очень много версий, ничего толком мы с вами не знаем. Мы ничего не знаем. Пока понять мало что можно. Единственное, что начинают уже говорить какие-то более-менее значимые лица, то есть, типа, Песков, усы Путина, вышел, значит, из отпуска. Песков, кстати, не выходил из отпуска по поводу вторжения украинских регулярных в Курск. Он продолжал загорать где-то там на песочке, я не знаю, в Арабских Эмиратах или в Турции. А тут, значит, он вышел и сказал, что Павел Дуров не встречался с Путиным в Азербайджане, а ему такого не предлагалось, и даже если бы предлагалось, то никто бы не согласился. И поскольку Песков это специально так озвучил, то теперь мы знаем установленный факт, что Дуров был в Азербайджане и встречался там с Путиным. Потому что когда Песков говорит «нет», это означает «да». Вот для меня это… Я официальный переводчик с песковского языка на нормальный человеческий и давно уже претендую на такую сертифицированную роль. Вот и поэтому с Песковым все очень просто, надо просто перекладывать все на 180 градусов. Да, но, кстати, появилась информация, простите, Сергей, о том, что Дуров приезжал в Россию более 50 раз в период с 2015 по 2021 годы. Вот вопрос, с какой целью, с какой миссией и с кем он там встречался действительно. Ну, и цель, и миссия у него понятна, потому что у него есть бизнес российский, поэтому он же, в принципе, у него же даже не было, по-моему, даже статуса иноагента, то есть просто, так сказать, на него в определенное время оказывалось давление, у него отжали в свое время там ВКонтакте, он его продавался с проблемами с какими-то. Вот, а потом, когда, значит, начиналась первая война в Украине в 2014 году, аннексия Крыма, то Дуров, в общем, судя по всему, был с этим делом не согласен. И где-то на горизонте 2016 года он покинул Российскую Федерацию, переместился, у него там были попытки устроиться в разных местах, он хотел в нескольких, то ли в Америке найти себе новое место жительства и работы. Вот, потом он получил в 2021 году гражданство Франции, судя по всему, в обход нормальной процедуры, то есть там говорится о том, что ему вроде предоставили каким-то специальным способом за какие-то особые заслуги перед Французской Республикой. Вот, ну, есть такая процедура, не очень прозрачная. Вот, и дальше, поэтому как бы он не рассматривался, ну, прям как какой-то там предатель, да. И то, что он 52 или там 50 раз пересекал российскую границу, в общем, это говорит о том, что, ну, мало ли что, да, потому что вот еще, кстати, там, Валерий Дмитриевич Соловей, который просто из Москвы вещает жуткие вещи там про Путина, о том, что он умер, что там двойник вместо него работает, что всем заправляет патрушев, и никто его не сажает, и, в общем, он тоже ездит в Европу довольно регулярно. Вот, и из этой базы тоже можно там найти какие-то его поездки. Вот, так что в этом смысле сам факт того, что Дурф пересекал границу, это, в общем, тоже ни о чем не говорит. Хотя мы понимали, что в последнее время, в последние годы он работал в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, и там ему было комфортно, потому что, в общем, понятно, что туда, кстати, переместилось довольно много бизнесменов российских, которые, в общем, хотели бы, вроде как и не очень порвались с российским режимом, но и одновременно, так сказать, и не поехали туда, там, на Запад, и таким образом не стали откровенными оппозиционерами. Вот, дальше мы можем придумать все, что угодно, вот, но странно, конечно, в этой истории, что такой, вроде бы, умный человек, который, ну, мы исходим из того, что у него голова на плечах вполне себе работает, он яркий бизнесмен, который создал не одну хорошо функционирующую, богатую компанию, которая сделала из него долгого миллиардера, вот, что у него-то все нормально, там, с головой, и, зная, что, в общем, во Франции к нему давно, довольно давно уже сформулировались претензии некоторые, ехать прямо, вот, так сказать, сдаваться, типа, или, там, в лапы французского правосудия, вроде как это не очень расчетливо, вот, хотя, надо сказать, что я в жизни видел все, и видел людей, которые, как бы, вот, мы исходили из того, что они все такие умные и расчетливые, они могли совершать, ну, просто глупейшие совершенно шаги, и это в какой угодно области, ну, я уже не говорю там про Путина, который просто дурак, в последнее время такое впечатление создается, что он просто идиот старый, вот. Ну, Дуров же человек другого порядка, да, Дуров же, кстати, не лишен амбиции, человек, который сделал себя сам, мы наблюдали, он не скрывал, ведь как менялся он сам, он превращался в такого, ну, селебрити, да, от какого-то заучки, знайка-заучка, вот такой, значит, светский, светский тусовщик, и это, конечно же, привлекало внимание к его персоне, и сам факт, что действительно очень много вопросов, почему, зачем, если он понимал прекрасно, что наверняка вопросы есть, кроме всего прочего, как вы верно сказали, уже идет какое-то слушание, да, уже какое-то дело, и он, шутка ли, он выступает не просто свидетелем, якобы одна из версий, что он там выступает, ну, ему инкриминируется там подозрение в 12 преступлениях, он как соучастник, да, во всей видимости, как обвиняемый будет, предстанет перед судом, но общество, знающее, да, телеграмму, его продукты и самого Дурова разделилось, ну, можно так сказать, на две части, одни говорят, что это наступление на свободу слова, а вторые даже видят в этом такой конспирологический сценарий, такой большой пиар-компании, которая позволит Дурову даже баллотироваться на пост президента России. Вы допускаете вот такую кардинальную смену биографии Дурова? Нет, я не думаю, что там в президенты идет какая-то история, потому что, ну, во-первых, пост президента не вакантен, если он был бы вакантен, то дочки Путина тоже претендуют на это дело, и там много есть претендентов, там кто-то уже говорит давным-давно, что там Патрушев всем заправляет, кто-то говорит, что Сечин заправляет, кто-то говорит, что Чемизов, там много претендентов на этот пост, у них есть дети, вот, и Дуров, я не думаю, что серьезно можно говорить о такой деятельности, потому что все-таки он, ну, не является, как бы, прямо оппозиционным человеком, хотя, с другой стороны, когда обычно происходит какая-то революция, такая изнутри, да, типа дворцового переворота или плавный транзит власти, то как раз фигура такая смешанная, которая вроде удовлетворяет и тех, и других, она вполне себе может стать реальной фигурой. А Дуров как раз стал такой фигурой, удивительной, да, пока за освобождение которой высказываются, с одной стороны, высшие кремлевские чиновники, а с другой стороны, Илья Яшин, там, Илон Маск и прочие всякие поборники западных свобод, либертарианцы и вполне себе противоположного поля, так сказать, представители. Вот, ну, посмотрим, посмотрим. Много, много чего на это дело нагорожено, потому что есть и совершенно какие-то карикатурные версии, как, допустим, в канале у Белковского написали, что там какая-то история там с его сексуальной жизнью, он там придумал какую-то историю про некий институт, несуществующий, значит, секса где-то там в Севере, вот, и рассказал о том, что это, ну, известная история, что Дуров сдавал свою сперму в банк, и что у него там больше 100 детей, и что он там холостяк, живет один, и одновременно нашли эту какую-то такую весьма эффектную молодую особу, которая с ним, значит, перелетала в самолете, и вообще я слышал, что, в общем, она тоже приложила руку к тому, что он полетел именно в Париж, в общем, версий очень много, вот, но подтверждение того, что он встречался с Путиным, у меня есть из других источников, вот, и о том, что якобы даже во время этого разговора, разговор шел о том, что его вынуждали сделать с Телеграмом то, что сделали с Контактой, то есть, грубо говоря, ему его, что шел разговор о такой полувынужденной покупке его бизнеса, но за довольно приличные деньги, то есть, в общем, в принципе, он мог просто, так сказать, получить там несколько миллиардов, тем более, что, в общем, Телеграм оценивается там чуть не в 30 миллиардов долларов капитализация, и, в общем, он мог вполне бы себе получить там миллиардов 15 и дальше жить, не тужить, заниматься тем, что хочет, кататься на лыжах где-нибудь там или на серфинге, вот, и заниматься серфингом, где ему надо, вот, но он типа на это не пошел. Давайте будем посмотреть, кстати, я думаю, что статус у него пока что не обвиняемого, а все-таки в худшем случае подозреваемого, а это все-таки разница есть, потому что обвиняемое, это когда у прокуратуры уже есть полный набор того, что позволяет ей практически идти в суд. Это все пока что все очень рано, все очень сыро, вот, я думаю, что пока что там статус даже не подозреваемого, а статус пока что ассистированного свидетеля, вот, и ждем, значит, рассказов французской прокуратуры. Ну, мы знаем, что уже французские политики, включая Макрона, высказали, что, в общем, здесь нет никакой политики, хотя, как только, опять же, политики говорят, что нет никакой политики, то нет ничего лучшего, чтобы заставить людей думать о том, что как раз политика есть, тем более, что, в общем, то, что Дуров прилетел из Азербайджана, то, что он там находился три недели, что явно он там встречался с какими-то официальными лицами азербайджанскими, могло навести на мысль о том, что политика есть, потому что Азербайджан в отношении Франции в последнее время занимает очень недружественную политику, он ведет просто прямые шпионские операции во французских департаментах, там, типа Линезии французской, где просто провоцирует, значит, мятеж практически против французского правительства, в том числе вооруженный мятеж, я вам напомню, что это все длится уже несколько месяцев, там есть жертвы, там такая небольшая, но гражданская война идет, в общем, там особое положение, туда летал Макрон в свое время, то есть там, в общем, все очень непросто. Азербайджан у себя на территории принимал некий съезд таких вот всяких сепаратистов со всего мира, там, включая Пуджимонта, наверное, там из Испании, то есть, в принципе, они играют на этом деле, то есть Алиев играет с огнем в этом смысле по отношению к западным странам, вот, плюс французы поддерживают, естественно, Армению в конфликте с Азербайджаном, вот, и такое пребывание довольно длительное Павла Дурова на территории Азербайджана, не могло не вызвать в этом смысле даже определенные какие-то политические претензии к нему, как к лицу известному, заметному, который вдруг встраивается в какие-то элементы, которые, в общем, не очень устраивают официальный Париж. Но одновременно там была тусовка, потому что был, значит, какой-то там Music Fest 2024, с 23 по 24, то есть, ну, с 23 по 24, когда он там находился, был начало этого фестиваля в Sea Breeze, и вполне возможно, что он там просто и тусовался, и на дискотеке ходил, и коктейли пил, и с девушками или с юношами встречался, что, в общем, у него многогранная, как вы видите, личность, ее очень сложно определить, и поэтому все это добавляет, кстати, детективный момент. Да, детективность еще, Сергей, детективность еще в том, что якобы вот весь вопрос в том, что за громкое дело ведет французская полиция, потому что если там сейчас фигурирует, как возможный свидетель Дуров, то интересно знать, а кто же этот обвиняемый, по делу которого сам Дуров может выступить свидетелем? Известно ли что-либо об этой персоне? Ну, нет, персонально никакие персоны не называются и не будут называться, потому что следствие пока что все предварительное, пока что, я так понимаю, еще не открыто даже уголовного преследования конкретно в отношении Дурова, и не названы конкретные случаи, которые ему вменяются. Вот те 12 пунктов, которые озвучены прокуратурой, это все очень расплывчато, потому что, ну, грубо говоря, то есть, телеграмма, это такая двойная гидра, у которой есть, с одной стороны, это медийное средство, вот к нему, я думаю, что претензий вообще никаких нет, да, потому что там ведут свои телеграм-каналы абсолютно все, и, в общем, свобода слова в этом смысле соблюдается, если только там нет каких-то каналов, которые занимаются негационизмом, там, я не знаю, отрицают Шоа во время Второй мировой войны, или там выступают, там, за гид, там, еще что-нибудь такое, вот, потому что в Европе это является уголовными преступлениями, если на вашем телеграм-канале вы не модерируете такие каналы, такие каналы, и не закрываете их, и не снимаете, и не баните их участников, то вам могут вполне быть претензии как собственнику такого средства массовой информации. Но, судя по всему, ему, в общем, предъявляют гораздо больше претензий по второй составляющей, а именно телеграм как мессенджер, криптованный, секретный, в котором можно создавать секретные группы и договариваться о всяких некороших вещах, в том числе, там, об обмене педагогическими какими-то материалами, о подготовке террористических актов, о торговле наркотиков, и известно, что, в общем, телеграм используется довольно активно в этом направлении, и вот поэтому озвучены были все эти 12 направлений, и в таком случае не то, что ему вменяются конкретные каждые случаи, да, но вот то, что если у французов есть доказательства, что с помощью этого телеграм-канала была подготовка каких-то конкретных преступлений, а такие вещи были, кстати, террористические вещи, которые через телеграм вскрывались, вот, и это, кстати, доказывалось, что, на самом деле, он вполне себе вскрываемый, вот, и французские спецслужбы в нем работали довольно активно, вот, то тогда ему можно просто приписать, типа, ну, почти соучастие, потому что он позволяет на своем телеграм-канале существовать таким закрытым группам, которые проводят явно преступную деятельность, и, возможно, вот, там, свобода слова в Америке и в Западной Европе, она понимается совершенно по-разному, причем кардинально по-разному, да, потому что в Америке, в общем, гораздо больше свобода слова, и пока вы не занимаетесь приготовлением чего-то, то вы, в общем, почти любые жути можете в публичном пространстве озвучивать, так сказать, в письменном или в устном виде. В Европе это не так, то есть есть вещи, которые нельзя, то есть нельзя дискриминирующие вещи говорить, нельзя обвинять огульно каких-то людей в чем-то, вот, это все преследуется уголовно, и поэтому человек, который не хочет сотрудничать с следствием и с правоохранительными органами по этим вещам и к тому же, значит, так сказать, говорить, что он отказывается давать какие-то ключи, то ему можно предъявить очень серьезные претензии, и, как я вам говорю, что это может дойти вплоть даже до статей, которые предусматривают пожизненное заключение. А скажите, вот этот арест, самое удивительное, как отреагировали люди в разных странах, в Америке там бум, все стали подписываться вдруг, даже те, кто не были пользователями телеграммами. Кстати, даже президенту Зеленскому сегодня задали этот вопрос про Дурова, но президент сказал, что он никак не, ну, очень осторожно, во-первых, относится к нововведению касательно контроля за социальными сетями. Ну, словом, давайте послушаем этот вопрос и ответ президента, и у нас будет возможность это все прокомментировать. Пожалуйста. Не знаю деталей цієї справи, скажу відверто. Мені здається, що ніхто не знає всіх деталей цієї справи. Але, тем не менее, може, вам, журналістам, більше відомо, на сьогодні це ніяк не впливає на те, що телеграмм працює в Україні. Все так. А ті чи інші кроки, і наша політика України в таких сенсативних питаннях, ну, ми тут працюємо, як країна майбутнього Європейського Союза, тут повинні бути завжди розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС, на мою думку. Я, в цілому, дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо, знаєте, ГУР попросив, це, а потім інша розвідка щось іще, а потім Служба безпеки третя, а так, я думаю, потім правоохоронні органи підтягнуться, і можна все зарегулювати. Я дуже обережно ставився до таких кроків, хоча не можу критикувати законопроект, бо не читав. Ну, президент, да, у президента Зеленського прекрасне чувство юмора, но, тем не менее, основной месседж заключается как раз в том, что в таких вопросах Украина придерживается правил сотрудничества с Європейским Союзом. Как вы полагаете, какой будет тактика самого Дурова? Поставит он под удар свой бизнес или все-таки он пойдет на сотрудничество? Вот ваш прогноз. Ну, во-первых, я немножко вас попавлю, он не арестован, он задержан. Да, задержан. То есть это все-таки... То есть вы полагаете, это задержание все-таки закончится освобождением или арестом? Это задержание может закончиться как угодно. Вот в чем дело. Что в этом смысле я здесь, кстати, соглашусь с тем, что сказал президент Зеленский. На самом деле сейчас вообще мало кто чего знает. То есть мы мало что понимаем, потому что прокуратура дает очень мало информации. Кстати, это довольно особый случай, потому что обычно они больше дают информации. И то, что они не дают информацию, это, кстати, означает, что пока что нет какого-то решения окончательного в Министерстве юстиции, в прокуратуре. Какие именно последствия будут юридические у этого дела, будет ли открыто уголовное дело, какой будет статус у Павла Дурова, будет ли ему конкретно предъявлено какое-то обвинение. То есть получит ли он статус обвиняемого или он получит статус подозреваемого. Если он получит статус подозреваемого, то его могут выпустить на свободу под электронный браслет или под домашний арест, или полностью на свободу просто под контролем юстиции. Могут с него снять все обвинения, если он пойдет на какую-то сделку с правосудием. Во Франции есть, в принципе, возможность заключить сделку с правосудием, если там какие-то претензии, которые он посчитает возможными удовлетворить. Вот здесь сейчас, в общем, мы исходим из того, что пока что вообще ничего не понятно. И мы не понимаем, как это все будет развиваться. Но самое главное то, что он не арестован. Он пока что просто задержан. И под надзором, естественно, прокуратуры и суда ему продлевается пока что статус задержания. И как только изменится суть претензий юридических со стороны правоохранительных органов, вот тогда уже изменится его статус. Тогда нам будет понятно, что ему вменяют, потому что тогда его адвокаты уже озвучат. Потому что сейчас адвокаты не могут ничего говорить. Сейчас ввещает только прокуратура, она дает очень мало сведений. А когда изменится юридический статус, у адвоката будет иметь и иметься возможность выступать и защищать Павла Дурова. Я подчеркну, что Франция абсолютно правовое государство, никакого произвола здесь нет. То есть будут соблюдаться все процессуальные права его как на защиту. И у меня в этом смысле сомнений нет. Нам просто, конечно, любопытно. Нам хотелось бы просто чисто из человеческого любопытства узнать побольше, побыстрее. Узнать хрустящие какие-то детали всего этого дела. Но пока что только то, что мы с вами уже озвучили, и можно сказать. Спасибо огромное. Я в самом заключении, зная, что вы прекрасно следите за политической ситуацией в разных уголках мира, я хотел бы в конце нашего разговора попросить вас прокомментировать заявление Лаврова о том, что Россия якобы уточняет свою доктрину применения ядерного оружия. Снова и снова они произносят это словосочетание. Как вы полагаете, так это оружие, оно рано или поздно выстрелит или нет? Вы знаете, я уже неоднократно говорю, что как только Российская Федерация произносит слово ядерное оружие, это говорит о том, что оно слабое государство. То есть только слабое государство вспоминает о своем ядерном статусе тогда, когда у него не получается ничего сделать на поле классической войны. И каждый раз, когда Российская Федерация вспоминает это дело, это лишнее подтверждение его слабости. Потому что, грубо говоря, вы знаете, это парадоксальная вещь, но ядерное оружие – это оружие слабых, а не оружие сильных. Потому что оружие сильных – это просто на поле боя. И вот Украина в этом смысле доказала, что она два с половиной года может противостоять этому, так сказать, как бы сильному государству, и доказывает, что на самом деле никакой силы у него такой превосходящей абсолютно нет. Но они, ведь почему они изменили, кстати, свою ядерную доктрину уже в 2010 году, в 2020. И даже, вы знаете, вот я когда писал свою предпоследнюю книжку, я специально, у меня там была очень большая составляющая по ядерной доктрине, и я нашел, кстати, вещь, что 21 апреля 2000 года Путин был только избранным президентом, но еще не вступил в должность как официальный президент, он еще вчислился как исполняющий обязанности, и он провел первое совещание в Министерстве обороны по поводу пересмотра или актуализации ядерной доктрины Российской Федерации. То есть, на самом деле, у него этот бзик очень-очень давнишний. Ну и, строго говоря, я так думаю, что даже если они захотят пересматривать, они ее будут пересматривать в смысле понижения порога применяемости ядерного оружия, потому что они понимают, что, вот смотрите, Путин говорил, что за Уральскими горами, Сибири на Дальнем Востоке, в Российской Федерации проживает 12,5 миллионов людей. 12,5 миллионов людей. А по другую сторону границы проживает миллиард 400 миллионов китайцев. То есть, в 100 раз больше, даже в 120 раз больше. И поэтому, вы же сами понимаете, что если даже просто миллион китайцев перейдут единовременно через границу, которая насчитывает 4 тысячи по протяженности, то, в общем, сделать с ними, естественно, никто ничего не сможет, потому что даже там 5 тысяч украинских регулярных войск перешли границу в Курской области, и Российская Федерация сделать ничего не могла. И поэтому, конечно, на такую китайскую агрессию потенциальную Россия может ответить только ядерно. И вот в связи с этим, кстати, они изменяли свою доктрину, потому что они понимали, что на самом деле самая главная опасность потенциальная на выросты идет из Китая, а совсем даже не с территории Украины. Сергей Жирнов, спасибо за возможность услышать вашу точку зрения. Спасибо и до новых встреч. Спасибо огромное. Ну и мне остается лишь нагадать нашей глядацькой аудитории, что голосование наше завершено. Чи справедливый принцип воюй або працюй? Такое вопрос мы поставили за результатами сегодняшнего форума «Украина-2024 независимости» и честь и хвала нашим сведомим глядачам. Отже, 64% нашей аудитории сказали «Так, ктось має підтримувати экономику». «Ні, воювати повинні всі 26%, не знаю, як краще, 10%. Нагадаю, що саме з такою ініціативою сьогодні звернувся зі сцени форуму якраз премьер-міністр України. Не от результати, які ми отримали. Я дякую вам за вашу активну громадську позицію, за вашу активність під час голосування. І бажаю приємного вечора всім, хто залишається з нами і надалі. До побачення і до нових зустрічей. На все добре. Субтитрувальниця Оля Шор